ДЛП-эксперт 22 августа 2013 года собрала специалистов ИБ и журналистов за круглым столом о заглавленном «Эффективное управление информационной безопасностью». Всего вместо стола в конференц-зале гостиницы «Катерина Сити» хватило человек на 30. Еще пара десятков участников составила благодарную, но молчаливую публику. Уже центральная тема мероприятия «Эффективность ИБ», как оказалось, вызвала у участников немало вопросов. Накладчикам пришлось даже обращаться к словарям, чтобы определиться с ответами на вопросы «Что такое эффективность?», «В чем измеряется эффективность ИБ?», «А измеряется ли она вообще?». Действительно, эффективность бизнеса оценить легко. Объемов оборота, прибыли и числа клиентов довольны, чтобы сказать «бизнес работает эффективно». Что же оценивать в ИБ, кроме степени соответствия тем или иным требованиям регуляторов или стандартов? Число несовершенных атак? Объем неукраденных денег? На помощь приходят метрики, измеримые параметры и показатели в работе организации, изменения которых отслеживает служба ИБ. Допустим, рост числа сотрудников, с которыми проведен инструктаж ИБ, или объем активов, которые могут быть похищены киберпреступниками. Докладчики презентовали существующие методики и самоучители по подсчету метрик, в основном англоязычные. Центральная мысль оказалась в том, что отдельные результаты подсчета сами по себе лишены смысла. Однако, если измерение становится постоянным процессом, слежение результатов динамики позволяет наглядно выявить эффективность деятельности по обеспечению ИБ и презентовать начальству, оправдав затраты на эти работы. Немаловажный аспект. Докладывая менеджменту организации о результатах подсчетов, следует строго учитывать ее тип. Банк – это страховая или транспортная компания, а также статус руководителей, собственники или наемные сотрудники. В зависимости от этих условий подача метрики в одном и том же ключе может привести как к урезанию бюджета ИБ, так и к его увеличению в разы. Ведь собственники часто дорожат каждой копейкой возможных потерь. Наемные работники готовы неприятную динамику замалчивать, лишь бы не страдал имидж банка и их оклад. Звучало немало полезных советов из серии «Хозяйки на заметку». Например, руководство банка очень чувствительно относится к тому, что размеры их компенсации могут стать известны другим сотрудникам. Поэтому с радостью дают добро на работу службы ИБ, которые устранят эту возможность. Этим и другим практическим аспектам были посвящены доклады и обсуждения то и дело, разгоравшиеся за столом. Докладчики под руководством модератора Алексея Лукацкого рассказывали свои истории успеха и делились сложностями, с которыми сталкивались при обеспечении ИБ. Круглый стол завершился с небольшим овертаймом, и специалисты перед тем, как удалиться на небольшой фуршет, обещали друг другу снова встретиться в ближайшее время и привести новые аргументы в поддержку своих точек зрения.